Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Начинаем наш очередной урок русского языка. Сегодня он будет посвящен теме «Постановка одной-двух букв Н в словах разных частей речи». Эта тема есть в кодификаторе ОГЭ, там рассматриваются три орфограммы. Одна и две буквы Н в причастях, одна и две буквы Н в именах прилагательных и одна и две буквы Н в наречиях на ОЕ. К этим орфограммам мы сегодня и обратимся. Итак, начинаем. Внимание на слайд, перед вами словосочетание. Отвечать заучено, дрессированные звери, пересказать сокращенно, глаженное белье, длинный рукав, серебряное кольцо, ученый кот, расплавленный металл, лебединый пух, багряный закат. Во всех этих словах одна и та же орфограмма, одна и две буквы Н. Но, к сожалению или к счастью, применить одно и то же правило ко всем этим словам мы не можем. Как вы думаете, почему? Потому что это слова разных частей речи. И первое, с чего мы сейчас начнем, и первое, с чего должны начинать вы, работая с этой орфограммой, это определить, какая часть речи перед нами, потому что для каждой из них действуют свои правила. Смотрим на наши слова. Проще всего нам отсюда выбрать наречие. Они отвечают на вопрос «как» и «легко опознаваемые». Здесь два наречия – «заучено» и «сокращено». Оставшиеся слова отвечают на вопрос «какой?», и поэтому распределить их на группы в зависимости от вопроса не представляется возможным. Нужно использовать какой-то другой способ. Для этого мы с вами смотрим на лексическое значение слова и определяем, от какого слова они образованы, от слов в какой части речи они образованы. Перед нами будут либо прилагательные, либо причастия. Давайте вспомним, что это за части речи. Прилагательная самостоятельная часть речи, которая называет отдельный, самостоятельный, постоянный признак предмета. Прилагательные бывают либо непроизводные, то есть которые ни от чего не образованы, например, слово «робкий», либо производные от имен существительных, как, например, «солнечная» образована от существительного солнца, или прилагательная каменная образована от существительного камень. В свою очередь, причастие и отглагольные прилагательные называют признак, так или иначе, связанный с действием. Их всегда можно опознать, используя такой прием. Любое причастие прилагательное заменяется сочетанием «который плюс глагол». Посмотрите. «Бегущий, который бежит», «позвонивший, который позвонил», «читаемый, которого читают», «умытый, которого умыли», «написанное, которое написали». Итак, пользуясь вот этой подсказкой, этим знанием, мы с вами можем разделить наши слова теперь на две группы. Прилагательные. Обычные прилагательные, еще их называют отыменные прилагательные, которые обозначают постоянный признак. Признак, не связанный с действием, это длинный рукав, серебряное кольцо, станционный смотритель, багряный закат. Словосочетание, обозначающее признак, связанный с действием, это дрессированные звери, глаженное белье, ученый кот, расплавленный металл. Теперь, когда мы распределили слова на две группы, мы можем вспоминать правила постановки одной и двух букв «н» в словах разных четыречи. Начнем мы с имен прилагательных. В именах прилагательных может писаться одна и две буквы «н». Начнем с одной буквы «н». Одна буква «н» пишется в тех именах прилагательных, которые образованы от имен существительных при помощи трех суффиксов «ин», «ан» или «ян». Например, тополиный, кожаный, овсяный. Я надеюсь, вы помните три исключения из этого правила – деревянный, оловянный, стеклянный. Как легко запомнить это исключение? Представив перед собой окно, в котором деревянные рамы, оловянная ручка, ну и, собственно, стеклянное само полотно. Также с одной буквой «н» пишется непроизводные прилагательные, которые обычно учителя просят вас запомнить, запомнить их написание. И мы некоторые из этих слов тоже здесь на слайде привели. Например, синий, багряный, пряный, пьяный, рдяный, румяный, единый, зеленый, юный, свиной, бараний, тюлений, сазаний. Вот некоторые из этих часто встречающихся прилагательных. С двумя буквами «н» пишется прилагательное, которое образовано от существительных при помощи суффиксов «он», например, авиационный, и «ен», например, утренний. Здесь также есть исключение – это слово «ветреный». Но помните, что все суффиксальные, все приставочные образования от слова «ветер» пишутся с двумя буквами «н» – безветренный, подветренный и так далее. Также с двумя буквами «н» пишутся прилагательные, образованные при помощи суффикса «н» от имен существительных, основа которых заканчивалась на «н». Например, туманный, образованный от слова «туман», лунный от слова «луна», сонный от слова «сон». Одна «н» относится к корню, обычно мы говорим, одна «н» относится к суффиксу. В кратких прилагательных пишется столько же букв «н», сколько писалось в полных. Например, туманное прилагательное пишется с двумя буквами «н», поскольку одна «н» относится к корню, одна к суффиксу. Следовательно, и краткое прилагательное «туманно» тоже пишется с двумя буквами «н». Спокойное с одной «н» и краткое прилагательное «спокойно» с одной «н». Законное с двумя, следовательно, и краткое прилагательное «законное» тоже с двумя. Также помните, что в краткой форме прилагательных мужского рода всегда пишется одно «н». осторожный, осторожен, это понятно, но и мужественный с двумя «н», тем не менее в краткой форме мужествен будет с одной буквой «н». Вот такое правило касается написания одной и двух «н» в именах прилагательных. Теперь давайте потренируемся, выполнив задание формата ОГЭ. Выполнить орфографический анализ слов. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Смотрим на первое высказывание. Деревянные. В суффиксе «ян» от именных прилагательных пишется две буквы «н». На самом деле, надеюсь, вы вспомнили, деревянные – это слово исключение, и именно поэтому в нем пишется две буквы «н», потому что на самом деле в суффиксе «ян» пишется одна буква «н». Это высказывание неверное. Юный. Непроизводное имя прилагательное, которое пишется с одной буквой «н». Да, мы только что его с вами запоминали, и это правильное высказывание. Традиционный. Имя прилагательное образовано от основы имени существительного при помощи суффикса «н», «н». Здесь есть ошибка. Надеюсь, вы ее увидели. Слово традиционное образовано при помощи суффикса «он» от существительного, и именно поэтому в нем и пишется две буквы «н». Диковинный. В имени прилагательном, образованном от имени существительного с основой на «н» при помощи суффикса «н» пишется две буквы «н». Действительно, это так. Диковин – корень, и «н» – суффикс. И последнее высказывание. Дальтуманна. В краткой форме имени прилагательного пишется столько же букв «н», сколько и в полной форме этого прилагательного. Это тоже правильное высказывание. Ну вот, о прилагательном мы вспомнили правило, теперь давайте обратимся к причастиям. Здесь удобнее начать с двух букв «н». Мы начнем. Итак, две буквы «н» пишутся в причастях и в глагольных прилагательных, если в слове есть приставка. Это самое, пожалуй, легкое, самое простое, с чего надо начать. В любом слове с приставкой пишется две буквы «н». Например, скошенный, выкрашенный, израненный. Обратите внимание, что приставка «не» не влияет на написание причастия. Пишем две «н», если есть зависимое слово. Крашенный мамой, сеянный весной, раненый в бою. На слайде зависимое слово выделено зеленым цветом. Также две «н» пишется в том случае, если в слове есть суффикс «ова» или «ева». Например, маринованный – суффикс «ова», асфальтированный – тоже суффикс «ова». Если в слове нет ни приставки, ни зависимого слова, ни суффикса, тогда мы с вами должны определить вид глагола, от которого образовано это причастие. Если слово образовано от бесприставочного глагола совершенного вида, например, решенный, образованное от глагола «что сделать?» решить. Пишем две буквы «н». Здесь есть исключение, слово «раненный». Но если слово «раненный» используется с приставкой, соответственно, оно уже пишется с двумя буквами «н» из «раненный», например. Слово это уже приводилось. Если же слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида, мы его пишем с одной буквой «н». Например, у нас на слайде приведены такие слова «жареный», «бешеный», «студеный». Образованный от глаголов «что делать?» «жарить», «бесить», «студить» – это глаголы несовершенного вида. В них пишется одна буква Н. Еще раз внизу обращаю ваше внимание на утверждение, что приставка НЕ не влияет на прописание одной и двух букв Н. Здесь тоже нам придется несколько слов запомнить, некоторые слова. Например, некоторые бесприставочные глаголы несовершенного вида пишутся двумя буквами Н. Их обычно тоже учителя предлагают запомнить, чтобы не было путаницы. Итак, посмотрите, пожалуйста, на слова, которые следует запомнить и писать их всегда правильно. С двумя буквами Н пишутся такие слова. Невиданный, неслыханный, негаданный, нечаянный, нежданный, неожиданный, желанный, медленный, священный. С одной буквой Н пишем слова смышленый, например, ребенок, названный, брат, посаженный, отец. Также обращаю ваше внимание, что в прилагательных кованый и жеванный, в глагольных прилагательных сочетаниях ОВ и ЙОВ входят в состав корня и на написание Н и Н Н не влияют. Поэтому мы их пишем с одной буквой Н. Теперь осталось поговорить о кратких причастиях. В кратких формах причастий пишется всегда одна буква Н. Если до этого в объяснениях я все время вам упоминала вместе, причастия и от глагольной прилагательной, потому что не сильно это влияло на написание букв, теперь нам придется разграничить краткие причастия от кратких, от глагольных прилагательных, потому что они подчиняются разным правилам. В кратком причастии пишется всегда одна буква Н, а в кратком и глагольном прилагательном, как и в обычном прилагательном, вот именном, пишется столько же букв Н, сколько было в полной форме. Итак, обратите внимание вот на правый столбец. В любое причастие, краткое причастие можно заменить, перестроив немножко предложение глаголом прошедшего времени. Также у страдательного причастия, а речь будет идти здесь именно о страдательных причастиях, может быть зависимое слово в форме творительного падежа. Что это обозначает? Вот перед вами пример туча рассеянной. Мы можем сказать туча рассея, лись по небу, заменив это слово глаголом прошедшего времени, а также можем задать вопрос кем. Туча рассеянной кем? Чем? Ветром. Следовательно, перед нами причастие, в причастии пишем одну букву Н. А если ученики рассеяны, как быть тогда? Мы не можем заменить это слово рассеянным глаголом, нельзя сказать, что ученики рассеялись, поменяется смысл. Мы не можем подставить вопрос кем, чем ученики рассеяны, кем, чем ученики сами по себе рассеяны. Соответственно, мы пишем столько же Н, сколько в полной форме. А в полной форме было две буквы Н, поэтому здесь будет писаться это слово с двумя буквами Н. Обратите внимание на нижнюю строчку. Вот перед вами два примера. Эти дети воспитаны любящими родителями, и эти дети вежливы и воспитаны. Этот пример показывает нам, как важно обращать внимание на контекст. Иногда понять, определить правильное написание можно только в контексте. Дети воспитаны кем? Спрашиваем мы. Тут, в общем-то, есть уже ответ. Любящими родителями, да? Также, перестроив предложение, мы можем сказать, этих детей воспитали любящие родители. Значит, перед нами краткое причастие, и в нем пишется одна буква Н. А дети вежливы и воспитаны. Здесь мы не можем подставить зависимое слово в форме творительного падежа, мы не можем заменить глаголом, но мы можем заменить другим прилагательным. Более того, тут есть еще одна подсказка. Рядом с этим словом есть 100% прилагательный, вежливый, соответственно, и воспитанный. Это тоже краткое прилагательное, и в нем пишется столько ЖМ, сколько было в полной форме, а в полной форме их было две. Вот такое правило касается кратких от глагольных прилагательных и причастий. Итак, выполним задание формата ОГЭ. Выполняйте орфографический анализ слова. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Посеребренный нож. Две Н пишется в прилагательных, образованных от имен существительных с помощью суффикса ЙОН. Нет, это слово образовано от глагола посеребрить, поэтому в нем пишется две буквы Н. Ответ неверный. Решенная задача. В бесприставочных глаголах совершенного вида пишется буква Н. Здесь есть ошибка, я надеюсь, вы ее увидели. Решенная это не глагол, а причастие. Подвинены итоги. В краткой форме страдательного причастия прошедшего времени пишется одна буква Н. Это правильный ответ, перед нами страдательное причастие. Прочитана в краткой форме имени прилагательного пишется одна буква Н. Перед нами ошибка тоже есть. Это не прилагательное, это краткое причастие. Именно поэтому здесь и пишется одна буква Н. Усеянные дорожки. В страдательном причастии пишется две буквы Н, потому что есть приставка. Это совершенно верно правильный ответ. Осталось нам с вами поговорить о наречиях. Здесь будет правило самое, наверное, простое. В наречиях мы пишем столько же Н, сколько было в прилагательном и причастии, от которого оно образовано. Посмотрите, пожалуйста. Серьезный, бешеный, мудреный, досрочный, ветреный с одной буквой Н пишется. Следовательно, и образованные от них наречия пишутся с одной буквой Н. Серьезно, бешено, мудрено, досрочно, ветрено. Прилагательное, незаконные, истинные, бесценные, естественные, взволнованные прилагательные причастия пишутся с двумя буквами Н. Следовательно, и образованные от них причастия, незаконно, истинно, бесценно, естественно, и взволнованно пишутся тоже с двумя буквами Н. Вот такое правило. Теперь мы обращаемся к тем словам, которые видели на самом первом нашем слайде. И можем теперь определить, почему в каждом из них написана одна или две буквы Н. Заучено на речи, в котором пишется столько же n, сколько было в причастии, от которого оно образовано, это причастие с приставкой две буквы n Дрессированные звери, есть суффикс ово Сокращенно, сокращенный пишется с двумя буквами n Глаженное белье, без приставочное причастие, без зависимого слова, несовершенного вида Длинный рукав, одна n относится к корню, одна к суффиксу Серебряное кольцо, прилагательное, образованное с помощью суффикса ян Ученый код, отглагольное прилагательное, образованное от глагола несовершенного вида учить Расплавленный металл две n, потому что есть приставка Станционный смотритель две n, потому что образовано с помощью суффикса он И багряный закат, непроизводное прилагательное, пишется с одной буквой n Я надеюсь, что вы смогли справиться с заданиями, хотя это не очень легкая тема Но я думаю, мы разобрали основные, самые сложные моменты Я желаю вам успехов в учебе, спасибо за внимание, до свидания Добрый день, ребята Сегодня мы начнем с вами решение задач с использованием классической в определении теории вероятности Причем задачи, которые мы будем решать по этой теме, это задачи из ОГ Итак, нам достаточно будет дать с вами только определение понятия вероятности события На доске я написал, что вероятность события А это дробь отношения M на M Где M это число всех исходов, а N это число благоприятных исходов Самые простые задачи, задачи для 9-11 класса базы Больше ничего не требуют, кроме вот этой простой формулы Итак, попробуем перейти с вами к решению задач Задача номер первая На экзамене 25 билетов 25 билетов Некоторый ученик не выучил 3 из них Напишу вот так, коротко Не Не выучил 3 из них Найти вероятность, что ему попадется выученный билет На чем будет построено наше решение По нашей формуле Вероятность события, что мне попадется выученный билет Будет составлять Посмотрите на доску, которая находится вот за мной Там написано N делить на M То есть мы в нашем случае должны написать, чему равняется M И чему равняется M M это число всех исходов Раз билетов было 25, значит и исходов будет 25 Число не выучил он 3 билета Раз мы хотим узнать вероятность того, что ему попадется выученный билет То мы должны от 25 Отнять 3 невыученных билета И мы получим число 22 Таким образом, теперь осталось найти отношения Наше отношение будет равняться 22 25 Хочу сказать вам, что ответ вероятности всегда должен быть записан в десятичной дроби Поэтому эту дробь 22 25 мы должны умножить на 4 Мы получим 88 сотых Или записываем ответ 0,88 Итак, вероятность того, что он вытащит выученный билет Или, скажем, сдаст экзамен равна вот столько Эту же задачу можно задать, сформулировать вопрос задачи по-другому А какова вероятность, что он вытащит невыученный билет Хочу сказать, что в теории вероятности есть два понятия Прямое понятие и обратное понятие Вот если у меня событие А, это выпадание билета, который я выучил То событие противоположное ему будет являться вытаскивание билета, которое я не выучил Вместе событие А и противоположное ему событие всегда будут давать единиц Итак, если мы в этой же задаче поменяем условия и будем спрашивать себя А какова же вероятность того, что мне достанется невыученный билет Так нас в жизни всегда больше всего именно этот вопрос интересует То мы должны сделать следующее От единицы отнять 0,88 И мы получим 0,12 Хочу обратить ваше внимание на форму записи Обычно такие задачи, это задачи, которые проверяет машина Не требуют каких-то пояснений Вы должны где-то в черновике, как угодно, в удобном вам формате получить ответ Но самое главное, приучить себя к тому, этот ответ записывать У вас есть еще достаточно времени для того, чтобы подготовиться к успешной сдаче экзамена Перейдем ко второй задаче Возможно, эти задачи вам покажутся одноплановыми С разной просто аранжировкой Ну и вообще трудно придумать задачу, в которой нужно найти отношение двух величин N, M Вы должны понимать, что просто будут задачи переформулированы Какие-то герои задачи будут меняться Какие-то объекты будут меняться Но суть остается одной и той же Итак, Коля выбирает некоторое трехзначное число Трехзначное число Найдите вероятность того, что это число будет делиться на 5 Ну здесь для того, чтобы решить эту задачу Нужно, во-первых, узнать M Значит, наш подход будет одинаковым Во всех этих задачах M Число всех исходов Ну, к сожалению, довольно часто На вопрос, сколько всего существует трехзначных чисел Ученик попадает в просаг Тогда мой совет такой Мы начинаем с однозначных Однозначных чисел 9 Двухзначных чисел Наибольшее двухзначное число 99 От 1 до 99 99 чисел Если я отниму однозначных чисел Если я отниму однозначные, получу, что двухзначных чисел будет 90 Действуя по аналогии, мы получаем, что трехзначных чисел будет 900 Это я для тех, кто успел быстрее меня проговорить и сказать наверняка, что их там 999 Или там 901 Ну, разные бывают ответы Число N Число то, которое нам благоприятно То есть число должно делиться на 5 Так как всего чисел 900 Каждое пятое число будет делиться на 5 Поэтому мы должны 900 разделить на 5 И получить 180 Теперь переходим к нашей основной формуле Которая позволяет нам вычислить вероятность Того, что на удачу выбранное трехзначное число будет делиться на 5 Для этого мы 180 делим на 900 Сокращаем на 180 Мы получаем дробь 1,5 И напоминаю, что у нас окончательный ответ должен быть записан в десятичной дроби Умножаю на два числителя и знаменатель Получаем 0,2 И не забываем Приучаем себя записывать ответ 0,2 Следующая задача такая Задача чемпионат по футболу Значит, в чемпионате по футболу участвует 16 команд 16 команд Есть группы А, Б, С и Д В каждой группе должно участвовать 4 команды Вопрос Какова вероятность того, что команда России Не попадет в группу А Вероятность попадания команды будет 1,4 Потому что в каждой группе должно быть всего 4 группы В каждой группе 4 команды Значит, 1,4 1,4 составляет 0,25 Так как мы поставили себе вопрос Какова вероятность, что команда России не попадает в эту группу Вдруг эта группа была самая трудная И вот мы не хотим туда попасть То что мы должны сделать Мы должны от единицы отнять вероятность 0,25 0,25 это вероятность попадания команды в группу А А так как нас интересует, чтобы мы туда не попали То мы должны от единицы отнять 0,25 Таким образом получаем 0,75 Ну и записываем ответ 0,75 Следующая задача Опять же, возьмем спортивные соревнования В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов Из России Я буду так, чтобы было покороче 6 Норвегии 3 Швеции Порядок, в котором спортсмены стартуют Определяется жребием Это вы знаете Найдите вероятность того, что первым будет стартовать Спортсмен из России Это задача номер 4 И первое, с чего мы должны начать Это мы должны начать число Найти сколько же всего у нас исходов Сколько спортсменов участвует в нашей гонке Но нетрудно убедиться, что если мы складываем эти числа То мы получим, что всего было 20 спортсменов Нас интересует, чтобы первым выступал спортсмен из России Тогда количество спортсменов из России 11 Кто-то из них делим на 20 Не забываем привести в десятичную дробь Умножим на 5 Получим 55 сотых Или 0,55 И получаем такой ответ Хочу сделать к этой задаче такое замечание Самое интересное, что в спорте часто бывает выгодно выступать Или первым, или последним, или где-то в середине Так вот на вопрос А какова вероятность, что последним спортсменом будет спортсмен из России И самое интересное, что он будет точно такая же Потому что их 11 Я беру 11,20 И узнаю, что и первым вероятность будет такая И последним будет такая же вероятность Ну, значит, записываем ответ И хочу сказать вам Что для того, чтобы закрепить решение этих задач Вы можете обратиться к сайту решу.ог И решу ЕГЭ Только ЕГЭ это базовый уровень Вы там найдете большую подборку этих задач Вы можете справиться сами Можете обратиться к решениям, которые Или указаниям, которые Можете просто сверять ответы То есть там просто банк задач наиболее полный Ну, а на этом наш первый урок Мы заканчиваем И я вам желаю успехов В усвоении этой темы Здравствуйте, уважаемые девятиклассники Тема урока Конкуренция Основа поддержания видовой структуры биоциноза На прошлом уроке мы с вами выяснили Что организмы в природе Образуют закономерные комплексы Биоцинозы Внутри биоциноза между организмами Складываются определенные типы взаимоотношений Один из таких типов – это конкуренция Конкуренция является одним из способов борьбы за существование Целью нашего урока является выяснить Что такое конкуренция Какие виды конкуренции бывают И каково значение конкуренции в жизни биоциноза Слово конкуренция в общем смысле Означает сталкивание, соперничество, соревнования Конкуренция – это взаимоотношения При которых организмы соперничают друг с другом За одни и те же ресурсы внешней среды Различают внутривидовую и межвидовую конкуренции Внутривидовая конкуренция – это борьба за одни и те же ресурсы Происходящие между особями одного и того же вида У особей одного и того же вида общих ресурсов больше Поэтому такая конкуренция протекает жёстче Особи конкурируют в основном за пищу Более удачный конкурент лишает пищи другого конкурента Кроме пищи, кроме пищевых ресурсов Объектом конкуренции являются также брачные партнёры Подобные типы взаимоотношений складываются и между растений Если на определённом участке одновременно появляется Несколько всходов сосны, то будет происходить процесс самоизреживания Это происходит потому, что не все они взошли одновременно Не у всех одинаков запас питательных веществ Не все проросли с одной и той же глубины почвы Более крупные растения с более развитой корневой системой Будут поглощать воды и минеральных веществ из почвы больше Быстрее расти, накапливать органическое вещество И затенять растения, которые отстают в росте, тем самым вытесняя их Для некоторых видов животных достаточно интересным типом поведения является территориальность Или территориальный тип поведения Так, у птиц он заключается в следующем В начале размножения самец занимает определённую территорию И охраняет её от вторжения самцов этого же вида Пение птиц весной – это как раз и есть сигнал о праве собственности на определённый участок Такой самец, который строго охраняет свою территорию, имеет больше шансов на размножение У млекопитающих животных территориальное поведение представлено несколько по-иному Они метят свои границы, своих территорий выделениями пахучих желёз Или же оставляют на стволах деревьев царапины или шерстинки Межвидовая конкуренция Межвидовая конкуренция – это отрицательные отношения между двумя видами Виды конкурируют между собой за пищу и за экологические ниши Экологическая ниша – это не только то место, на котором обитает организм Это совокупность всех факторов и условий среды, в пределах которых может существовать вид в природе Типичными межвидовыми пищевыми конкурентами являются гепарды и львы, лошади и ослы, песцы и совы В растительном мире также происходит межвидовая конкуренция Темнохвойные виды – ель, сосна, кедр С плотными кронами со временем вытесняют быстрорастущую, но светолюбивую берёзу А у некоторых видов, которые имеют гибкие ветви, например, у берёзы, осины, ольхи Распространено такое механическое воздействие, которое называется охлёстывание При раскачивании ветром их ветви наносят сильные механические удары по кронам соседей В результате чего они заметно изреживаются У других видов растений есть ещё один вид межвидовой конкуренции, менее очевидный Это конкуренция за опыление Так, растения, стремясь привлечь как можно больше опылителей, соревнуются в заметности цветков и привлекательности запаха Классическим примером межвидовой конкуренции являются опыты русского биолога Георгия Францевича Гаузе Два вида инфузорий – инфузорию ушастую и инфузорию хвостатую – поместили в один сосуд и кормили одним и тем же кормом Через две недели инфузория ушастая полностью вытеснила инфузорию хвостатую В то время как два вида инфузорий, помещенных в разные сосуды, превосходно размножались и увеличивали численность Если к инфузории ушастой подселить бурсарию, то оба вида будут жить совместно и достигнут равновесия В этом случае бурсария держится у дна сосуда, а инфузория ушастая – в толще воды Пища у них осталась прежней, одинаковой, но их экологические ниши разные Это позволяет избежать конкуренции Принцип конкурентного исключения Гаузе заключается в том, что два вида не могут существовать в одной и той же экологической нише, если их экологические потребности совпадают Таким образом, в результате конкуренции совместно уживаются только те виды, которые смогли разойти в своих требованиях к условиям жизни Так, насекомоядные птицы, кормящиеся на деревьях, избегают конкуренции друг с другом благодаря разному характеру поиска добычи на разных частях дерева Обыкновенные и песчаные лисицы в некоторых частях света встречаются совместно Конкуренция вынудила эти виды перейти на разную добычу У них разные зубы У хищников, живущих вместе, различие зубов гораздо сильнее, чем у хищников, живущих порознь А копытные африканских саван по-разному используют пастбищный корм Зебры обрывают верхушки трав, а антилопы кормятся тем, что оставляют им зебры Газели выщипывают низкие травы, а антилопы едят сухие стебли, оставшиеся после других травоядных Таким образом, межвидовая конкуренция может иметь два итога Вытеснение одного из двух видов из сообщества Или расхождение обоих видов по экологическим нишам Такие взаимоотношения в природе приводят к равномерному распределению животных по территории Получение ими достаточного количества пищи Теперь я предлагаю перейти к заданиям ОГЭ Первый вопрос Примером конкуренции организмов могут служить отношения Первое – повелики с другими растениями Второе – с уребки и культурных растений на пшеничном поле Третье – клубеньковых бактерий с корнями бобовых И четвертое – гриба трутовика и березы Забегая вперед, поскольку эти типы взаимоотношений вы будете изучать на следующих уроках Повелика является паразитическим растением Поэтому первый ответ нам не подходит С уребка на пшеничном поле будет выступать в роли сорного растения И являясь дикорастущим видом, имея больше приспособлений Естественно, будет вытеснять культурное растение из пшеничного поля Поэтому второй ответ нам подходит Это пример конкуренции Клубеньковые бактерии с корнями бобовых вступают в симбиотические взаимовыгодные отношения А гриб трутовик – это паразит Второй вопрос Конкуренция в искусственных сообществах возникает между Правильный ответ здесь – видами со сходными потребностями Третий вопрос Какой уровень организации жизни отражен на гравюре Шишкина «Ручей в лесу»? Биосферный, органоидно-клеточный, биогеоценотический или популяционно-видовой? На данном изображении мы видим разные виды растений, обитающих совместно Поскольку мы говорили, что комплекс организмов разных видов, обитающих на одной и той же территории – это биогеоценоз Поэтому правильным ответом будет ответ под цифрой 3 – биогеоценотический Четвертый вопрос Какие из перечисленных экологических факторов являются биотическими? Выберите 3 верных ответа из 6 Напомню, что биотические факторы – это факторы живой природы Влажность и температура – это факторы неживой природы Это абиотические факторы Количество хищников нам подходит – это факторы живой природы Количество видов конкурентов – это тоже факторы живой природы Четвертое – количество паразитов – это тоже биотические факторы Распашка земель – это антропогенный фактор То есть это влияние деятельности человека И посадка кустарников и деревьев – это тоже антропогенный фактор Пятый вопрос Какие признаки характеризует агроценоз? Выберите 3 верных ответа из 6 Напомню, что агроценоз – это искусственный биоценоз, созданный человеком Первый – естественный круговорот веществ у данного сообщества нарушен Да, в агроценозе нарушен естественный круговорот веществ Человек в качестве урожая изымает вещество из данного сообщества Второе – высокая численность растений одного вида Этот вопрос нам тоже подходит Например, на пшеничном поле преобладает монокультура пшеницы Третье – большое число видов растений и животных В естественном биоценозе большое число видов растений и животных А в искусственном преобладает монокультура Не подходит Четвертый – ведущий фактор, влияющий на сообщество – искусственный отбор Этот ответ нам тоже подходит Пятый – замкнутый круговорот веществ Нет, это в естественном биоценозе И шестое – виды имеют различные приспособления к совместному обитанию Этот вопрос нам тоже не подходит И последний, шестой вопрос Почему для получения хорошего урожая густые всходы моркови и свеклы надо прореживать? Ответ – поясните Поясняем следующим образом Если всходы растут слишком густо Между ними возникает конкуренция за свет, воду, минеральные вещества, за пространство Растения страдают от недостатка ресурсов И урожай понижается Прореживание снижает конкуренцию между растениями И повышает таким образом урожайность Корнеплоды становятся крупнее Наш урок окончен Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин